Количество бизнесменов в Чувашии выросло и налогов в казну они стали отчислять больше. А вот с проверками контролирующие органы стали приходить к ним реже. Подробнее о том, как сложился прошлый год для предпринимателей республики, далее. В этом году призыву перестать кошмарить бизнес исполнится 10 лет. И судя по цифрам, в Чувашии он работает. За последние два года предпринимателей в республике стало на 7% больше, а количество налоговых поступлений от них ежегодно растет на 10%. При планировании проверок начали использовать так называемый риск-ориентированный подход. Он подразумевает, что специалист контролирующего органа анализирует все возможные риски, которые касаются данного предприятия, выделяет самые большие и отсеивает те, которые не сильно влияют на работу. Благодаря конструктивному взаимодействию органов власти почти в три раза снизилось количество плановых проверок. Сейчас задача также снижать и внеплановые. Как они оценивают контрольно-надзорную деятельность? Не за один год, а трехлетний период, если возьмем. Если посмотреть, за последние 3-4 года, многим не верилось, что, например, МЧС, Роспотребнадзор, некоторые другие контрольно-надзорные органы снизят количество проверок даже в 6 раз. Все это позитивно воспринимается. Уже сейчас нет таких проблем, о которых я говорил, когда предприниматель боится прихода инспектора. Кроме того, предприниматели почувствовали поддержку со стороны государства, отметил бизнес-омбудсмен. Так, за прошлый год на развитие предпринимательства в регионе выделили 425 миллионов рублей. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика.